В Ветковском районе прошел семинар для директоров музея в Гомельской области. Они обмерковывали реализацию державной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы. Долучился до них и наш корреспондент Ганна Корольчук. Местом для проведения семинара стал Ветковский район, который все лет отзначит свое 90-х годов. Удельникам семинара продемонстровали выники реконструкции райцентра и его головной червоной площади. Открытие со встречи прошло в Музее староверства и белорусских традиций имя Федора Шклярова с оправданной визитной картой Ветковщины. Юно выходит в Золотое кольцо Гомельщины и уже 40 года узбирая уникальные экспонаты. Специалисты огучили выники працы за минулый год и поделились ближайшими планами. Количество посетителей у нас достигло почти 800 тысяч человек, это очень значимая цифра. Количество экскурсий составляет свыше 14 тысяч, а выставок, более 1100 выставок, проходит ежегодно в год. На этом семинаре будут рассмотрены вопросы, связанные с работой в текущем году. Прежде всего, это мероприятие по 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, мероприятие подготовки и проведения вторых европейских игр. Как обстановочная тенденция заховывалась, Музеям треба справиться с бегущими проблемами. Сирот головных – недохоб площадь для сховища фондов. А так само экскурсоводов, которые имеют лицензию, могут проводить экскурсии по городу. Зараз на 26 музейных установ в области наличивается только 9 таких специалистов. На переде дни масштабных международных форумов это вопрос особенно актуально, потому что, проводяющие экскурсии по городу, для замежных групп музеи заработают дополнительные сроки. С той же метой распространяются и специальные туристические маршруты. Вятковский музей, например, пропонует ближе и познакомиться с дровляной архитектурной разбой. Традиционная спачка, наверное, никогда не обмеживается стенами, архивом, где это все заховывается. Дровляная архитектура – гомичный, уникальный продукт, который можно показывать и потребно показывать туристу, по колью еще в этой будинке есть. И вот на керунках музея – это экскурсийная деятельность, замежем музея. То, что актуально уже в Беларуси, во всем свете. И то, что мы можем варто на узровне поставить. Сусветное признание отримали и Нехлюбские рушники, которые выходят в список культурно-историчной спадщины Беларуси. Когда заветать до мастерых в агрогородке на уходе Гомельской области, можно так же отримать незабывное уражение. Каждому туристу интересно не только увидеть, а и попробовать. Поэтому сейчас им предлагают много интересных мастер-классов. Например, представить себе роль ткачихи и самостоятельно сделать рушник. В учет туристов старожитным текстильным традициям мастерихи гуртка не ток. Они робят шматколерные обрусы, покрывалы, одень и многое другое. Той, кто не одважился сесть за станок самостоянно, за довольнением набывает Нехлюбский рушник оберег на память. Вырыбы разлетаются по свете. Один на воду пригоживая штаб-кватеру ААН. А по кулу мастерники бить праца для гостей гука и весну народный фольклорный коллектив «Ставбунские вечерки». Яширо Сустрец и обменяться в опытом специалисты смогут на четвертом национальном форуме музея в Беларуси, який пройдя у Костричника в Бресте. Это не только презентация работы всех музеев для наших посетителей потенциальных и существующих, это популяризация нашей деятельности, но также и деловая активность, своеобразное повышение квалификации, обмен новыми какими-то идеями, планирование новых мероприятий. В рамках форума также проводится конкурс профессионального мастерства. Ханна Коральчук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» Зветковского района.